Если с тобой что-то происходит, что тебе не нравится, поторопись сказать слова «Рады ту билляхи роббан». «Я доволен Аллахом как Господом», то есть как управляющим мною и тем, что происходит вокруг меня. «Рады ту билляхи роббан». «Уабь Ислам едина, Исламом как религия». «Уабь Мухаммадин набьин». И если пророк сказал, что кто говорит эти слова, то есть не просто говорит, а понимая их смысл и живя в соответствии с ними, тот почувствует сладость веры. Вот что бы с тобой ни произошло, первое пусть тебе в голову приходит, это же Господь так предупредил, значит оно так должно было быть. Не должно оно было меня обойти. Если ты видишь какое-то упущение своей стороны, попроси у Аллаха прощения и в следующий раз так не поступай. Потому что, говорят ученый, недостаток или же грех, если ты совершил после покаяния, превращается в несчастье. То есть смотрите, ты идешь, допустим, ничего плохого не сделал, и раз вот ногу сломал. Это же несчастье, на тебе же греха же нет. И ты говоришь, довольство проявляешь, и говоришь, ну Аллах, значит, мне это предопределил. Если же человек грех совершает, он не имеет права оправдываться предопределением. Он говорит, Аллах мне, Аллах так предопределил. Аллах предопределил, ты же сам выбрал. Например, пошел человек, например, сделал какое-то грешное дело. Грешное дело, пошел, выпил спиртное, допустим. Это мне Аллах предопределил. Мы говорим, тебя кто-то залил в горло это спиртное? Нет. Ты же сам его поднял, выпил? Да. Вот поэтому нельзя оправдываться предопределением. Но если человек, выпив спиртное, потом начнет сожалеть об этом, а сожаление Тауба это что? Во-первых, бросить это дело. Во-вторых, Баракалуфикум решить глубине души, чтобы больше раскаяться, а первое бросить, второе раскаяться, третье решить глубине души, чтобы больше никогда к этому возвращаться не будет. Вот этот его грех превратится вообще в несчастье, подобно тому, как он руку сломал. И если после этого кто-то ему начал говорить, помнишь ты пил? Он говорит, Аллах мне предопределил. Вот в этот момент можно говорить. Поняли, да? Когда так можно оправдываться предопределением? После покаяния, после сожаления покаяния Баракалуфикум. Субтитры сделал DimaTorzok Не является проявлением Благочестия только поворачиваться в сторону запада или востока. Имам Багауи говорит, смысл такой, во-первых, Альбир, что такое благочестие? Куллю амали хайрин ювды сухиба уля джанна Любое благое дело, которое приводит человека к раю, является чем? Благочестием. Среди муфасиров, толкователей Корана, есть разногласия, к кому Всевышний Аллах обращается, сказав, что не является благочестием только то, что вы поворачиваетесь на запад или же на восток. Некоторые люди сказали Под этим подразумевается, в этом аяте подразумеваются иудеи и христиане, то есть Всевышний Аллах обратился к ним. Другие сказали Здесь подразумеваются верующие Это то, что человек в самом начале ислама, до того, как были неспосланы обязательные какие-то постановления в исламе, если говорил шахаду и совершал молитву, в какую бы сторону не совершал, то есть до того, как неспосланы были аяты о том, чтобы надо ее совершать в сторону Кааба, и затем умирал, для него становился обязательный рай. И когда же прауксал сам сделал хиджру, и были неспосланы какие-то обязательные обряды, и были установлены какие-то четкие границы, и Кибля была обернута в сторону Каабы, и Всевышний Аллах не спасла от Атая, сказав То есть не является благочестием только если только молиться на запад или на восток, если вы не будете делать другие какие-то дела. То есть да, раньше это нормально было, потому что не были фарзы еще спосланы. И достаточно было только то, практиковать, что вам неспосланы. А когда уже были неспосланы, то есть как наш рюм говорит, ладно, я молиться буду, но поститься не буду, нет, ты не являешься благочестивым. Все надо стараться практиковать, Барак Луфи. И поэтому говорит имам Багу, не является полностью благочестием, молиться на восток или на запад, если вы ничего другого делать не будете, при том, что уже все другое было неспослано. Однако благочестие, все, что дальше перечислено в этом аяте. Что перечислил Всевышний Аллах, говоря о благочестии? Первый сказал, тот, кто уверовал Аллаха. То есть, есть разногласия среди ученых по поводу этого аята. То есть, имеется в виду, со стороны разбора, грамматического этого предложения. То есть, кто-то сказал, Манамана это является хабаром для слова бир. Как будто бы Всевышний Аллах говорит, однако благочестие это вера в Аллах. Так же арабы иногда делают имя хабаром для глагола. Кто-то же говорит, что здесь со стороны грамматического разбора есть слово подразумеваемое, неупомянутое. Однако настоящее благочестие, благочестие того, кто уверовал в Аллах. Поэтому упомянуто было благочестие только один раз. Это Барак Луфикум, то есть, понимая то, о чем я говорю, те, кто изучал арабский язык. Как некоторые говорят, аль-джауду хатим. Говорят, щедрость это хатим. Что имеют в виду по словам щедрость хатим? Джауду, джауду хатим. То есть, настоящая щедрость. Это та щедрость, которую делал хатим от Таи. Хатим от Таи Барак Луфикум это из тех арабов, которые были известны своей просто фантастической щедростью. Вот все, что люди могли, ну в хорошем смысле слова, вот насколько им хватало извращения в вопросе щедрости, братья арабы, у них щедро, знаете, какое качество было? То есть, для них это было, вот они нищими вставали из-за щедрости. Они, братья, воины друг другу объявляли из-за щедрости. То есть, говорит, я проявлю, я гостя, я гостя, и за это воевали, убивали друг друга. Братья, они, когда один из них замечал жадность, он шел, напивался, потому что, говорит, пьяный, не контролирую себя, и все отдавал. Представляете? То есть, до чего у арабов-мушерков вопрос щедрости было, как говорит, number one. Это для них было, до того, что если один из них чуть-чуть чувствовал за собой жадность, шел, напивался, чтобы быть щедрым. И поэтому, допустим, дядя, дед, пророк, сказал сам, Абдульму Талиб, был правителем Курайшитов и был нищим. Абдульм, был правителем, был нищим. Почему? Все отдавали, все, чтобы сразу же отдавали. То есть, у них, чтобы человек не был щедрым. И при всем этом, баракулуфикум, самый навороченный из них, это был кто? Хатим Ат-Таи, рахима Аллаху Ат-Аля. Так же говорят, смысл Ат-Аля, однако, говорит, обладатель благочестия, это тот, кто уверовал Аллаха. Как Всевышний Аллах говорит в Коране, в другом, Гум Дараджатун Далла. Они, то есть люди, и занимают разные степени у Всевышнего Аллаха. То есть, Гум Дараджат, они, то есть, если это слово перевести, они люди, это степень у Аллаха. На самом деле, человек же степенью не описывается, а как говорят, они обладатели степеней у Всевышнего Аллаха. Даву Дараджат, то есть, обладатели степеней. Так же говорит смысл, однако, настоящее благочестие, как Всевышний Аллах сказал, конец будет за богобоязненным. За богобоязненностью, то есть, что значит конец за богобоязненностью? То есть, иметь суду, за богобоязненным, с богобоязненными. И поэтому, здесь подбир, под благочестием, то есть, как вера Аллаха, подразумевается, что? Вера и богобоязненность. Братья, мы знаем, что в иман, в Аллах, в первую очередь, входит что? Вера в его существование. Вера в то, что он, Субханаталли, создал все. Вера в том, что он умертвит все. Вера в то, что он воскресит все. И вера в Арк-Луфикам, в то, что он управляет все. И все, что происходит, что он пожелает, то будет. То, чего он не пожелает, того не будет. Всевышний Аллах, Субханаталли, знает, что было, что есть и что будет. Всевышний Аллах знает, чего нету. И если бы оно было бы, как оно было бы. А мы об этом не знаем, а Аллах Субхан Талли знает. И если, Барак Луфику, мы верим в то, что Аллах Субхан Талли управляет всем этим миром, если с тобой что-то происходит, что тебе не нравится, поторопись сказать слова «Рады ту билляхи роббан». Я доволен Аллахом как Господом, то есть как управляющим мною и тем, что происходит вокруг меня. «Рады ту билляхи роббан». «Уаби ислями динам, исламом как религии». «Уаби Мухаммадин Набиин». И если пророк сказал, кто говорит эти слова, то есть не просто говорит, а понимая их смысл и живя в соответствии с ними, тот почувствует сладость веры. Вот что бы с тобой ни произошло, первое пусть тебе в голову приходит, это же Господь так предупредил, значит оно так должно было быть. Не должно оно было меня обойти. Если ты видишь какое-то упущение своей стороны, попроси у Аллаха прощения и в следующий раз так не поступай. Потому что, говорят ученый, недостаток или же грех, если ты совершил после покаяния, превращается в несчастье. То есть смотрите, ты идешь, допустим, ничего плохого не сделал, и раз вот ногу сломал. Это же несчастье, на тебе же греха же нету. И ты говоришь, довольство проявляешь, и говоришь, ну Аллах, значит мне это предопределил. Если человек грех совершает, он не имеет права оправдываться предопределением, говорит, Аллах мне, Аллах так предопределил. Аллах предопределил, ты же сам выбрал. Например, пошел человек, например, сделал какое-то грешное дело. Грешное дело, пошел, выпил спиртное, допустим. Это мне Аллах предопределил. Мы говорим, тебя кто-то залил в горло это спиртное? Нет, говорит. Ты же сам его поднял, выпил, да. Вот поэтому нельзя оправдываться предопределением. Но если человек, выпив спиртное, потом начнет сожалеть об этом, а сожаление таубы это что? Во-первых, бросить это дело. Во-вторых, баракалуфикум решить глубине души, чтобы больше раскаяться, первое бросить, второе раскаяться, третье решить глубине души, чтобы больше никогда к этому возвращаться не будет. Вот этот его грех превратится вообще в несчастье, подобно тому, как он руку сломал. И если после этого кто-то ему начал говорить, помнишь, ты пил? Он говорит, Аллах мне предопределил. Вот в этот момент можно говорить. Поняли, да? Когда так можно оправдываться предопределением? После покаяния, после сожаления покаяния баракалуфикум. Второй момент баракалуфикум из веры во всеучение, Аллах спонталь, вера в то, что он, субханалуфикум, обрадает прекрасными именами и атрибутами. Субханалуфикум. И все, что происходит вокруг нас, братья, все это баракалуфикум является плодами его имен и атрибут. Вот мы попали сюда. Самое лучшее место на земном шаре. Это, братья, из милости Аллаха к нам. Это из щедрости Аллаха к нам. Валай, сколько людей есть, которые в тысячу раз богаты, в тысячу раз не могут сюда попасть. Правильно же, баракалуфикум? Есть люди в тысячу раз здоровее нас, и не могут попасть. Есть кто-то из нас, может быть, болеет, чем-то ему тяжело, но он все равно сюда пришел. Правильно же, баракалуфикум? Все это из милости Аллаха, из его щедрости, из его доброты к нам, субханалуфикум. Из его, может быть, благодарности к нам, при том, что он не нуждается в наших делах, но просто мы что-то, может быть, сделали хорошее по милости Всевышний Аллах. И Аллах нам отблагодарил наше дело, дав нам, что, как говорится, путевку к его дому, субханалуфикум, быть его гостями, субханалуфикум. Просите у Аллаха, субханалуфикум, братья, постоянство, чтобы Аллах укрепил, чтобы Аллах еще больше своими милостями нас наделил, баракалуфикум. И третий, последний момент в имени, в имане, во Всевышний Аллах, субханалуфикум, то, что следует поклоняться только одному Господу, субханалуфикум. Своё сердце связывают только с Господом. Если что-то говоришь, говори только ради Аллаха. Если что-то делаешь, то делай только ради Всевышнего Аллаха, субханалуфикум. Сердце, если своё связываешь, то связывают только с Аллахом, субханалуфикум. Также из благочестия, после веры во Всевышний Аллах, вера в судный день. Братья, тот человек, который готовится к судному дню, валь-ляхи-ма-саля-ля, Аллах лучше, чем все эти примеры, Барак-Луфикум, это как тот человек, который готовится, Барак-Луфикум, сказали в конце года, ты работаешь по результатам вашей работы, вам будет выдаваться зарплата, наград. И ты вот, говорят, в декабре месяце будут премиальные выдаваться, зарплаты выдаваться, еще что-то. Ты же готовишься к декабрю месяце, правильно? Желание получить премиальный и так далее. Вот человек, который верит в судный день, Барак-Луфикум готовится к нему. Уаль-маляйка, вера в ангелы. Вера в ангелы, братья, очень важный момент. Потому что вера в ангелы, братья, делает нас обладателями благих нравов. Когда ты, Барак-Луфикум, существуешь, вот мы когда между братьями, есть вещи, которые ты не можешь позволить. Когда ты дома один, ты можешь себя вести, например, раскованно и так далее. А когда ты рядом с братьями, ты, например, будешь стесняться, правильно же? И Барак-Луфикум, тот человек, у которого вера в ангелов крепкая, он, Барак-Луфикум, даже находясь дома один, вспоминает, тут же еще и ангелы ходят. Например, пророк, салал Аллаху, алейхи вассалям, про ангелов сказал, поистине ангелам неприятно то же самое, что неприятно сыну Адаму. То есть ты при братьях не можешь позволить себе материться. А когда ты один, например, сидишь по телефону, что-то смотришь, например, какие-то новости там или что-то, кто-то тебе пишет, при том, что тот, с кем ты переписываешься, не слышишь, и ушел его матом. Он говорит, брат, рядом ангелы, они слышат, им неприятно. Ангелам неприятно то же, что и неприятно людям, Барак-Луфикум. И если человек начнет стесняться ангелов, он тем более будет стесняться людей. Братья, стеснительность к ангелам, это, знаете, подобно на вафеле. Помните, мы говорили, что если человек бережливо относится к желательным молитвам, он тем более будет бережливо относиться к чему? К обязательным молитвам. Если человек научится стесняться ангелов, он тем более будет стесняться людей, Барак-Луфикум. Если человек научится стесняться с ангелами, то ангелы начнут стесняться его. Как Пророк Саусам описал, кого? Уфмана родила. Сказал, как мне не стесняться? Пророк Саусам сидел однажды с Абу-Баграм, с Умаром, у него колено открыто было. Зашел Абу-Баграм, он сидел так. Зашел Умар, сидел так. В этом указании Барак Луфикум на то, что шейх Алим, у него иногда бывает круг близких друзей. С кем он, Барак Луфикум, может расслабиться? То есть, например, если он с простыми людьми, он должен себя вести соответственно. Или же правитель мусульман. А когда он может расслабиться, где-то пошутить, где-то и так далее. Где-то он, например, не может позволить себе в шортах, например, перед общими людьми, аж я в шортах ходил, там туда-сюда, или правитель в шортах ходил. Стыдно. В кругу друзей там вот так одели шорты, где-то искупали. Есть, это первое указание в этом хадисе. Зашел Абу-Бакрам, Пророк Саусам продолжал так сидеть. Зашел Абу-Бакрам, Пророк Саусам сразу так вот одежду отсыдянул, закрыл свои колени. И люди удивились, сказали, зашел Абу-Бакар, ты так же сидел, зашел Абу-Бакар, ты так же сидел. Барак Луфикум. Следующий вещик, то есть, который упомянул Всевышний Аллах, Ман Аман Абилляхи, Вальям Ляхри, Вальмаляйк, Валькитабы, верит в книги. Алькитаб, Барак Луфикум, здесь подразумевается, хоть книга упомянута, но это называется джинс, джинс, вид книги. То есть, во все неспосланной книги. То есть, поэтому говорит Имам Багу, Аль Кутуб Муназали, то есть, верит во все книги. Из этих книг, это самое главное, какая наша вера в Кур'ан, Барак Луфикум. А верить в нее, это не просто верить, что это книга Всевышний Аллах, Вальмаляйк, читать ее, Барак Луфикум, изучать ее, жить в соответствии с ней, лечиться ею. В наше время, Барак Луфикум, многие люди халатность проявляют в лечении Кур'ан. Если ты заболел, жена заболела, дети заболели, братья, первое, это не аптечку надо открывать, твоя аптечка, вот она, это Кур'ан. Первое, что начинает делать, это садись, допустим, ребенку начни суру Фатиху читать. Все же Фатиху наизусть знают. Прямо повторяй, повторяй, повторяй. У Аллахи, братья, удивительное влияние у Кур'ана на человеческий организм. Всевышний Аллах сказал, фи-ши-фа-у-ли-нас, в нем лечение для людей. Дашкал ван-наби-ина, то есть вера в пророков. Вера в пророков тоже относится к чему благочестие. Братья, вера пророков требует от нас что? Верить в то, что они сообщили. Делать то, что они приказали. Сторониться то, что они запретили. И поклоняться Аллаху только так, как они узаконили. Поняли веру с пророка? Вот это вера пророка в Арклафе. Верить в то, что они сообщили. То есть, если пророк с Аллахом сообщил о каком-то атрибуте Всевышнего Аллаха Супанаталь. Пришла одна рабыня, и пророк с Аллахом спросил у нее, где Аллах? Она сказала, в небеса. Я кто? Посланник Аллах. Отпусти ее, она верующая. То есть, пророк с Аллахом сказал, что тот, кто говорит, что Аллах в небесах, тот верующий. Наши люди приходят, люди называют себя мусульманами, и говорят, что нельзя пролагивать, что он в небесах. Если бы вы были рабами во время пророк с Аллахом, пророк с Аллахом не приказал бы хозяину отпустить вас. Вы бы остались рабами. Вы бы остались рабами. И вы реально рабы. Рабы своих страстей. Не рабы Всевышнего Аллаха Супанаталья. Мы говорим этим людям. Значит, верить в то, что сообщил пророк, делать то, что он приказал, сторониться в то, что он сообщил, и поклоняться Аллаху только так, как он приказал. Аджма, говорит имам Багави, во всех пророка верить. Дальше к благочестию относятся, помимо веры в Аллаха, веры в судный день, веры в ангелы, веры в книги, веры пророка. Где-то спросят, кто-то спросит, а почему в этом аяте не упомянут шестой столб, а это вера в предопределение? Братья, вера в предопределение, многие уляма говорят, что это автоматом заходит веру в Аллаха. Если ты веришь в имена и атрибут Аллах, веришь, что Всевышний Аллах является тем, кто знал, тем, кто пожелал, тем, кто создал, все, ты автоматически веришь во что? В хадар, понятно, да? Поэтому в тех аятах, где упомянуты только пять столпов ислама, если кто спросит, а где же той столб ислама, скажи, вери в Аллах. Дальше Всевышний Аллах, то есть все эти вопросы, упомянув, то есть пять столпов или шесть столпов имана, дальше сказал, И расходует свое имущество, несмотря на любовь к нему, или же в соответствии с любви к нему, в зависимости от Тавсира. То есть расходует свое имущество, аля Хуббиги раздает свое имущество, несмотря на любовь к нему, или же из-за любви к нему. И так Тавсир делся. Итак, если сказать, несмотря на любовь к нему, как говорит имам Багу, их талифу фиазель кинаи, то есть есть разногласия, к нему, на кого возвращается. Большинство людей сказали, то, что любовь к нему, имеется в виду любовь к имуществу, и поэтому Тафсир какой? Раздавал свое имущество, несмотря на свою любовь к своему имуществу. То, что сказали, возвращаясь к имуществу, то есть когда расходует имущество, когда он здоровый, и любит свое имущество. И поэтому, Барак Аллауфикум, почему садака названа садаком слова? Слово садака взято от арабского слова глагола садака. То есть садакатун, это вот то, что мы садак, милосты, садакатун с тамарбутой, взято от глагола садака. Садака, это быть правдивым. И говорят, человек, который дает садака, это указание на правдивость его имана. Он же любит деньги, любит свое имущество, любит свое время, любит сам себя. Но несмотря на это, он жертвует либо своим временем, либо своими силами, либо своими возможностями, своими умениями или своим имуществом. Несмотря на любовь к этому, вот это указание на правдивость того имана, который у него в сердце. Поэтому садака названа садак. Другие же ученые говорят, что вот эта любовь к нему, то есть они расходуют свои имущества из-за любви к Аллаху. Не из-за любви к имуществу, а из-за любви что? К Аллаху. То есть любовь к Аллаху побуждает их давать садака. Дальше Всевышний Аллах говорит, что расходуют свои имущества, несмотря на любовь к имуществу или же из-за любви к Аллаху. И как мы с вами говорили, помните на прошлом уроке, если пришло 2 или 3 тафсиры от сальфы, и один другому не противоречат, мы все тафсиры используем. Правильно же? Братья, если кто-то хочет спать, поменяйте место, пускай баракалуфику или не опирается. Теперь расходуют имущества на кого? Всевышний Аллах говорит, это у Эль-Курба, родственников. Самое лучшее садака, братья, это давать родственникам. Вам двойная награда. Двойная награда. Награда садака и награда чего? Поддержки родственного хус. В Аллахе, если бы каждый богатый мусульманин дал бы садака своему родственнику, на земле ни одного медника бы не осталось. Потому что у любого нищего есть богатый родной. Дальше говорит, вальятама, сиротам. Ятим, сирота, кто баракалуфикум в исламе? Ятим, это ребенок, у которого умер отец, и он не достиг возраста совершеннолетия. Значит, если ребенок, у него умерла мама, он не ятим. И, соответственно, те хадисы, которые говорят о том, что тот, кто опекает ятима, будет со мной в раю вот так, и проксал с ним два пальца, имеется в виду, тот, у кого нет живых отца. И второй момент, пока он не достигнет совершеннолетия, приходит тебе дядька, 120 килограмм, борода до пупка, и говорит, я сирота, у меня умер папа, туда-сюда. Сынок, ты на бороду свою смотрел. Тебе такого, как ты, наверное, ты в 11 лет как минимум созрел. Правильно? Такое, как ты, с твоей внешностью баракалуфикум. Вот. У аль-Масакин и бедняков, то есть расходуют на родственников, расходуют на сирот, расходуют на нищих, у Абнисабиль и на тех, на путников. Кто подразумевается расход на путников? Имам Багауик говорит, я не аль-Мусафир, му-ката, я нахли, я мур-алейк. То есть, если какой-то путник, который не может добраться до дому, вернуться, рядом с тобой проезжает и так далее, ему надо помочь баракалуфикум. Или куда-то ему надо отправиться, или наоборот вернуться домой. И ему вот деньгами помочь, это является проявлением благочестия баракалуфикум. Очень-очень хороший это обыч. То есть, мы видим это куранические обычаи баракалуфикум, помогать путникам. Вот с дома, например, вы сидите, какой-нибудь брат собирается в хач ехать, какой-то брат собирается в умру ехать и так далее. А помогите хотя бы мелочь, вала ему всегда, потому что в пути, тем более если он небогатый человек, в пути всегда пригодятся деньги. Мало ли какие возникают ситуации и так далее, где-то на самолет опоздал, где-то еще что-то. То есть, Мусафир, почему именно Мусафир, потому что рядом нету знакомых людей, которые бы могли ему посовить. Также, почему путнику говорят Ибнус Сабиль, дословно переводится «сын дороги». Ибнус Сабиль, дословно, как переводится Ибнус Сабиль? Потому что он постоянно в пути. Также ученые говорят, что Ибнус Сабиль, путник, это гость, который приехал к тебе в гости. Гость, который приехал к тебе в гости. На него тоже, если будешь расходовать, попадешь в понятие благочестия. Дальше все ученики говорят, и те, кто у вас просят. То есть, мискины, бедняки и так далее. Атуалибина, вафиррикаб и на освобождение рабов. Кто такие на освобождение рабов? Ай-Мукатибин. Кто такие Мукат? Мукатабара калуфикум в исламе, это раб. Раб, раньше рабы были. И он приходит к хозяину и говорит, можно я сам себя выкуплю у тебя? Вот как в наше время идет, человек в автосалоне покупает рассрочку автомобиль. То есть, раб, как будто он автомобиль. И представь, автомобиль говорит, я сам себя у тебя выкуплю. И ты смотришь, баррак калуфикум, если он может реально, то есть, ты видишь по его физическим, интеллектуальным способностям, по его всем, что он реально может заработать. Все, ты подписываешь с ним договор, письменный, что он сам себя выкупает за определенную сумму. Каждый месяц, допустим, он тебе платит столько, 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 столько денег. И вот если мы узнаем в исламе, что есть такой раб, который подписал с хозяином письма договор, себя выкупает потихоньку, нам шариат побуждает помогать этим ятамамам, ой, помогать этим рабам, баррак калуфикум. Ученые также говорят, что понять уафиррикапы рабы, адку насама уафакку ракава, то есть, освобождать рабов, вакиля фидау ля сара. Если кто-то из мусульман поплёт в плен. Если какой-то мусульманин попал в плен, к неверующим людям, или же баррак калуфикум, какой-то мусульманин, несправедливо с ним где-то обошлись, например, власти, внутренние органы, внутренние дела и так далее, несправедливые, приписали ему то, что он действительно не совершал, и так далее, и тому подобное, или же из-за его религии, то ему помочь его высвободить, если есть возможность, тоже считается благочестью. «Ва акамас саляту, ва аатас закат», также к благочестью. Видите, не только одна молитва. Сколько уже дел? Тот, кто выстаивает молитву. «Ва аатас закат, аатас закат», говорит, выплачивай закат. «Валь муфуна би ахзихим» и те, которые исполняют договора. «Фима байна му байна ллах». Договора, братья, у нас бывает двух видов. Договор, в первую очередь, это между тобой и Всевышним Аллахом, Субхан Алтали. Ты, зайдя в ислам, братья, подписал договор. Так, подобно тому, как ты заезжаешь в ту или иную страну, чтобы получить визу, тебе дают список каких-то документов, которые ты должен подписать. Соблюдать, например, правила, обычаи этой страны. Не совершать то, не делать то, и ты подписываешь. Вот точно так же, заходя в ислам, ты говоришь, даю договору уверовать 6 столпов имана. Стараться практиковать 5 столпов ислама. Выполнять то, что приказала, сторониться запретила и так далее. И вот из веры, из благочестия, те, которые исполняют договора, имам Багу говорит, который между ними и Всевышним Аллахом, Субханаху вата'алям. И те договора, которые они составляют между собой, то есть между людьми. ИЗА АГАДУ, то есть выполнять договора, которые они заключают. ИЗА ВААДУ АНЖАЗУ, то есть если обещают, выполняют. ИЗА ХАЛАФУ ВАНАЗРУ АУФУ, если клянутся или дают обет, выполняют. ИЗА АГАДУ АУФУ, если обещают, выполняют. ИЗА КАЛЬУ САДАКУ, если говорят, говорят правду. ИЗА АТУМИНУ АДУ, ИЗА АТУМИНУ АДУ, если им доверяют, они не подводят. Среди ученых со стороны грамматики и арабского языка было разногласие, почему здесь Всевышний Аллах упомянул это слово АЛЬМУФУНА в падеже РАФ. Кто-то говорит, что это АТФ после ХАБРа, однако обладателем благочестия является верующий, который выполняет договора. Кто-то же говорит, тут подразумевается, они и есть те, они те, которые исполняют. КАННУ АДДА ОСНАФАН То есть как будто бы Всевышний Аллах, перечисляя виды разных, разные виды благочестия, сказал ГУМ ВАЛЬМУФУНА ЭТИ и те, которые выполняют. То есть это со стороны грамматики арабского языка, это понимает тот, кто знает грамматику. ВАКИЛЛ АЛЬРАФ ИБТИДА УЛЬХАБР Кто-то же говорит, из АРАФа ИБТИДА УЛЬХАБРа ЯНИ ВАГУМ АЛЬМУФУНА То есть они являются теми, кто исполняет. Дальше Всевышний Аллах продолжил упоминать виды благочестия и сказал ИМАМ БАГУ ГОВИЧ АШИДДА УЛЬФАКР Те, которые проявляют терпение в неблагополучии и бедности, то есть когда горе, несчастье происходит и когда тебя постигает бедность. И проявляют терпение ФИДДАРА То есть АЛЬМАРАТ ВАЗЗАМАН Будь то временные какие-то болезни или хронические. И проявляют терпение БАС то есть имеется в виду АЛЬКИТАЛЬ ВАЛЬХАРП Во время войны сражения. Во время войны сражения. Тот, кто БАРАКЛУФИКУМ все это выполняет, УЛЯЙКА ГУМУС ШАДИКУН Они являются правдивыми ФИИМАНИЕМ в своем имане. УЛЯЙКА ГУМУС ШАДИКУН Они являются БАГОБОЯЗНИНИНИМИ АИМАХАРИМАЛЛАТ То есть остерегаются того, что запретил Всевышний Аллах. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы закончить ТАФСИР, если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется БАРАКЛУФИКУМ новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть БАРАКЛУФИКУМ получается и выучите, и будете знать ТАФСИР. Смотрите внимание, Супан Аллах. Да сколько вот удивительны слова Всевышнего Господа, Супан Аллах. Почему они задумываются над Кураном? Супан Аллах. Супан Аллах. Супан Аллах. Супан Аллах.